Ну а пока политики размышляют о судьбе 100 миллионов долларов, простые граждане Казахстана и Кыргызстана, не раздумывая, готовы прийти друг к другу на помощь в трудной минуте. Это наглядно продемонстрировали кадры, снятые видеорегистратором на трассе. Казахстанский грузовик прикрыл собой от ветра кыргызский. Вот так вот, с левой стороны. Машина вот казахская открывает, тиргизскую машину, чтобы ее не перевернуло, не сдуло ветром. Вот такие ветра в Каратау. Кадры сняты на трассе возле города Каратау, Жамбылской области. По словам автора, в этот момент был сильный ветер. Даже пешеходов сдувало. Фура из Кыргызстана ехала пустая и в любой момент могла перевернуться. Удар на себя принял водитель машины из Казахстана. Он даже выехал навстречу, чтобы помочь. Пользователи интернета пришли в восторг от взаимопомощи. Политолог Досим Садпаев тоже считает, что это пример правильной народной дипломатии. Ведь казахи и кыргызы – братские народы. Вот эти даже кадры и сюжеты говорят о том, что пока политики ссорятся, люди продолжают жизнь. И продолжают в какой-то степени даже пытаться на своем уровне попыстрее восстановить мостики, которые политики пытаются сжечь. Это является очень хорошим уроком для кыргызских и кыргызских властей, как на самом деле пытаться решать эту проблему. Не через конфликт и конфронтацию, а через взаимопомощь. Потому что мы никуда друг от друга не деемся.